МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа подробностей. И веду я, Магомед Махатилов. Все ближе 9 мая, день для всех дагестанцев, для всех россиян священный. И все меньше фронтовиков, очевидцев той войны, остается среди нас. И тем дороже для нас память о том, что было, о том, что предшествовало нашей современной жизни. И сегодня об этом и о некоторых других темах мы поговорим с министром пределом молодежи Камилом Саидовым. Камил, слава алейкум. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, министры молодежи всегда активно принимают участие в разных сферах. И, конечно, День Победы не исключение. Широкая программа, различные мероприятия проводят. И достаточно долгое время, достаточно долгое количество мы это все видим. Ну, о том, что проходило. Я знаю, что сегодня буквально пришли с диктанта Победы. Письма интересная инициатива, и все правительство практически там принимало участие. Скажите, пожалуйста, о том, что проводится министерством и проводилось именно в преддверии Дня Победы. Да, совсем немного осталось у нас до праздника, до 9 мая. Но, как вы отметили, большое количество мероприятий было проведено. И у нас еще в рамках патриотического воспитания молодежи еще, конечно, планируется в течение года много мероприятий, интересных для молодежи. Ну, у нас 25 апреля прошла вахта памяти. Это Токсовское движение, это наши поисковики, молодежные, детские, патриотические организации. И слет Токса в это время проходил вахта памяти. Ну, все, наверное, видели. Ну, она ежегодно традиционное мероприятие проходит у нас в Комсомольском парке совместно с ветеранами. Руководитель Токса у нас Тамар Матузалиевич как бы, да, участвовал в этом генерале вахте памяти возложения святого. Ну, как такая стандартная у нас стандартная программа этого мероприятия. Конечно, и большое количество вот сейчас завершилось, сегодня завершилась у нас акция «Георгиевская ленточка». Она практически месяц у нас шла. И сегодня ребята были в Доме правительства, там как бы и руководство накалывали эти георгиевские ленточки. Ну, вот акция завершилась, там по всем муниципалитетам она была. Порядка пяти тысяч ленточек было розыграно за этот период. Вот. Дерево Победы. У нас в Каспийске сажали ребята-волонтеры Победы, патриотические нашей организации, юно-армейцы. Ну, и, конечно, у нас сегодня, как вы отметили, был диктант Победы. Тоже председатель правительства принимал участие в мероприятии членов правительства. Тоже и школьники были, студенты. Это по всей стране проходит. Инициатива «Единая Россия» и общественных организаций. Хочется, конечно, отметить, у нас вот с прошлого года активно ребята участвуют в поисковых работах. Я знаю, что в Осетии, по-моему, выезжали. Сейчас, да, ребята в Осетии. И сейчас ребята в Севастополе тоже у нас участвуют. Как раз порядка 60 человек у нас в прошлом году участвовало в поисковых работах. Сейчас у нас уже порядка 20 человек выехало у нас в Осетию, в Севастополь. Планируется в Ингушетии тоже участие в поисковых работах. Это, конечно, очень затратная история, но мы поддерживаем. Данная работа, она новая и весьма интересная. Мы планируем в этом году, что получится с этих поисковых работ ребята смогут с собой привезти какие-то элементы снаряды, или пули, или медальоны, что-то такое, что ребята нашли в рамках поиска, смогут с собой привезти. И, может, мы здесь какой-то откроем музей поисковой деятельности наших поисковиков. Также хотим, конечно, чтобы эта организация развивалась, туда включить студентов. У нас ДГУ исторический факультет очень интересуется. В Хасаюрте тоже отряд «Кавказ» набирает тоже, уже у нас, можно сказать, большое количество ребят. У нас, на самом деле, вот мы говорили о тех мероприятиях, которые проводили, упомянули вахту памяти, так сложилось, что Дагестан был целовым регионом. Война у нас коснулась непосредственно, вот не очень сильно, то есть на уровне Кизляра подошел враг, и на Махачкалу упали всего несколько бомб. Но тем больше была наша работа и наш вклад, вот как, говоря, спина. Мы, на самом деле, в хорошем смысле слова поддерживали фронт. Здесь огромное количество было госпиталей. И почему такое большое количество воинских захоронений, не дагестанских, не жил уже из Дагестана, поскольку очень много людей умирало в госпиталях, не располагались на всех территориях, на всех городах, от Хасавирта до Дербента. И я знаю, что большая работа проводилась по приведению в порядок, вот именно воинские захоронения активно, и надо сказать, что это заметно. Ну, провели субботники, воскресники у нас даже получились, приводили воинские захоронения в порядок, это в Махачкале, в Каспийске, выходили наши молодежные патриотические организации и добровольцы. У нас вот ежегодно уже тоже традиционное мероприятие, есть весенняя неделя добра. Различные акции в рамках этого проходят, в том числе и донорские акции, и субботники, ну и, конечно, такое очень важное мероприятие, это вот приведение захоронений в порядок, и это прошло во всех муниципалитетах, тоже очень такое крупное мероприятие в преддверии тоже Дня Победы. Говоря о тыловых наших заслугах и о вкладе Дагестана в победу, мы наслышаны. Мы знаем, что танковая колонна «Шамиль», мы знаем, что огромное количество средств, которые отдавали дагестанцы, были формированы и эскадрильи ослабительные. И вот одно из таких интересных мероприятий и акций, которые были проведены, и которые сейчас продолжаются, это автопробег, автопробег «Дирибент-Севастополь», и он приурочен к Дню Победы и обозначает очень интересную дату. Дело в том, что в освобождении Севастополя Крыма принимала участие в так называемой 45-й дагестанской дивизии. Расскажите подробнее об этом автопробеге и об этом историческом факте, поскольку не все знают. Да, это была инициатива наших поисковиков, ребят-активистов наших патриотических организаций. Мы ее поддержали, Министерство молодежи, город Дирибент, город Хасавюрт и Министерство по национальности. Как бы такое наше общее мероприятие, то, что ребятам получилось выехать. И вы знаете, это не эпизодическая история. Здесь у автопробега будет продолжение. Я сейчас расскажу все подробнее. Да, вот получается, у нас в 41-м году была сформирована 345-я стрелковая дивизия. Она называлась «Дагестанская», как вы уже сказали. Но в Дирибенте она формировалась. Но дагестанское название она получила, потому что в Дагестане было сформировано так. Состав был различным. У нас были и дагестанцы, и чеченцы, и славяне различной национальности. И все 9 тысяч человек в боях при Маккензиевых горах, они, конечно, там остались, получается, защищая, обороняя Севастополь. Дело в том, что я хотел дать небольшую пометку. На самом деле, историки говорят, что именно их прибытие, вот есть такой известный транспорт «Сфанетия», который перевозил войска, затонувшие потом, и они активную роль внесли именно в удерживании обороны. И именно их участие и прибытие в Севастополь до какой-то степени даже сдержало натиск врага. То есть она, на самом деле, внесла ощутимую роль в защиту города. Вот я о чем хотел сказать, что сам автопробег – это один из эпизодов. Там также ребята совместно с авторством написали книгу о всех участниках, героях этих событий. Также там будет установлен камень памяти 345-й стрелковой дивизии. Там есть большой мемориальный комплекс, который также наши соседи-азербайджанцы там выставили. На Маккензиевых горах тоже большое количество в обороне скончались. И вы знаете, это, как и все остальные мероприятия, это память о победе, о подвиге нашего народа. И это очень важно сегодня для молодежи. И данный автопробег, и все, и другие мероприятия, и сегодняшний даже диктант – это все то, что, я думаю, необходимо, чтобы мы не забывали героизм нашего народа, о нашей победе. Сейчас много фальсификаций, но каждая страна свою роль хочет обозначить в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. И что Россия не освобождала там Европу и по-другому, как каждая страна пытается по-своему переписать историю. Но я думаю, что то, что мы сегодня, молодежные организации, данную работу ведем, она очень важна. Важно сохранить память, важно сохранить историческую правду. И это, я думаю, такая небольшая крупица той работы, которая сегодня делается и нашими министерствами, и молодежными организациями. Очень важно, чтобы память сохранялась, и все знали заслуги. У нас по разным цифрам, ну, 54 героя войны, но там есть и 86, и разные цифры, но пока на этой. Ну, большое количество, и реально заслуга дагестанцев, они воевали, и очень много подвигов и героев. И вот у нас в Бессмертном полку всегда, в том числе, несут фотокарточки наших героев Великой Отечественной войны. И вот, ну, я думаю, что это очень важно. Сегодня и на диктанте об этом было, говорят, у нас была прямая трансляция руководства страны, там также участвовала Государственная дума. И говорили тоже о важности сохранения памяти, и Бессмертный полк, это тоже такая акция, которая, ну, всех приглашаю. Давайте я начну подробно. Здесь вы упомянули о Бессмертном полке. На самом деле, вот эта инициатива масс, это ведь была абсолютно народная инициатива, которая настолько вжилась и была принята народом. И приятно, что это не превратилось в формализм. Ну, в каждой инициативе и в каждом, в таком вот массовом движении, есть эта опасность, она, к сожалению, всегда присутствует. Но вот тут замечаешь, что когда речь идет о твоем дедушке, прадедушке, о тех родственниках, которые погибли, вот это, наверное, в каждом из нас идет это трепетное, священное чувство родного очага, родных пепелищ, своей крови. И вот в этом плане, конечно, вот эта акция, она, наверное, может быть исключительно. Вот в новейшей истории России я более, наверное, явного и яркого чувства единения всего народа трудно было бы представить. И я знаю, что идет подготовка к этому мероприятию, к этой акции, но поподробнее можно об этом рассказать. Да, как правильно было отмечено, народная акция, она объединяет всех нас, в каждой семье есть своя история. Да, мы потомки-победители, но каждый имеет личную историю прадеда, деда, который был участником. И занимается подготовкой общественная организация, бессмертный полк. У нас есть и региональное отделение, и федеральная организация нам помогает в организации проведения. Ну, всегда у нас заполняется площадь улицы Расула Гамзатова, и, конечно, очень массовая и объединяющая акция пройдет у нас, получается, 9 мая, в День Победы. Начало у нас регистрации в 12, и начало шести в 2 часа. Я думаю, что все желающие с фотокарточками, и не обязательно с фотокарточками, если нет карточки, имя, фамилия на табличке тоже, я думаю, достаточно. Ну, всегда вот проходит с участием членов семьи, детей, поэтому всех приглашаем, ждем. Я думаю, что все возможные условия для нормальной организации проведения мы постараемся создать совместно с общественной организацией. Мы говорим о 9 мая, мы говорим о День Победы, но работа министерства, она продолжается, она не заканчивается. И я знаю, что в преддверии этих всех событий проводились эльфийские игры, в которых принимали участие представители Дагестана. Наши активисты, как правило, весьма ярко себя позиционируют в самых различных сферах. Это отличает, может быть, именно наших людей, поскольку это темперамент, это внутренняя энергетика, она, конечно, во всем ищет выхода. Вот можно сказать об этом, о тех акциях, которые мы проводили, и что мы ждем от, значит, министерства и общественных различных этих организаций в случае будущего. Ну, да, у нас прошли дельфийские игры, ежегодно мы отправляем ребят национальные номера, в основном это национальные номера у нас, и вокал национальный, и танцы. Но мы планируем в дальнейшем проводить отдельный конкурс муниципальных образований именно под дельфийские игры, потому что у нас, получается, победители «Голоса гор», которые также имеют и муниципальные этапы, и межмуниципальные, мы отправляли на дельфийские игры. Но формат дельфийских игр, положение, оно отличается, как бы есть свои особенности, мы к нему будем стараться в следующем году готовиться отдельно. Ну, очень важное такое мероприятие. В творчестве, как вы и сказали, наша молодежь отличается, я думаю, нужно дать возможности, и нас ждут хорошие результаты. У нас также прошла «Зарница», военно-спортивная игра для школьников и кадетов. Мы в этом году, также у нас была впервые отдельная номинация для кадетов, отдельная номинация для муниципалитетов. Кадеты у нас примут участие в финале в Москве, муниципальное образование примут участие в окружном этапе, потому что конкуренция, конечно, сильная среди муниципалитетов, но кадеты вне конкуренции, они, конечно, более подготовлены, и было неправильно, чтобы их судить одинаково. Дисциплина. Да, она есть. Ну, и у нас также в этом году впервые будет проходить тоже военно-спортивная игра «Заря». Это уже для более, как бы, можно сказать, молодежи. Для молодежи, постарше ребят, это в виде страйкбола, боевая техника. Мы планируем в Буэнакске, в военской части эту игру в этом году провести. Это уже тактические, ну, как бы, такая более серьезная и масштабная мероприятие. Помощь призывникам. Да, получается, да, подготовка к военной службе и все, чтобы навыки тоже можно там ребятам отрабатывать. И вы правильно заметили, мы в этом году также и Зарю, то есть и Зарю планируем с ДОСАФом проводить, и Зарницу с ДОСАФом провели, тоже такой тандем с военным комиссариатом вместе. Ну, как бы, мы в начале года собрались со всеми заинтересованными и общественной организацией, кто нам помогает в патриотическом воспитании, и работаем со всеми вместе, ну, как бы, в унисон, потому что нужно друг друга поддерживать, и это наша общая задача. Нельзя сказать, что какое-то одно ведомство у нас, как бы, совместная эта работа, и органы исполнительной власти, и министерство. Ну, вот эти акции, они хорошая, значит, ностальгия по советским временам, поскольку это все опыт, опыт это, конечно, оттуда, из нашего социалистического и мастического прошлого, но, тем не менее, рад, что этот опыт не теряется, он используется, тем более, что мы все видим, как в последние годы интерес к военнослуживанию всегда у нас был, очень высокий, да, ну, и идет, растет призыв из Дагестана, и это, конечно, хорошее подспорье для комиссариата. Ну, у нас, как бы, активно сейчас, как бы, ребята входят в детскую организацию юной армии, у нас там уже порядка 11 тысяч ребят стали членами организации, я думаю, совсем скоро у нас откроется отделение «Вымпел», тоже молодежно-детско-общественной организации военно-патриотической, и будем работать, продолжать, она вот такая взаимодействие с общественными организациями, потому что, ну, здесь это очень важно, есть опыт федеральный, и они на федеральном уровне, эти организации уже реализовали себя, мы их, как бы, зовем к нам, и здесь пытаемся это все, как бы, правильно и эффективно выстроить эту работу вместе с общественными организациями. И, конечно, поддерживаем инициативы общественных организаций, вот тот же «Автопробег» и другие, есть много мероприятий, которые мы поддерживаем, слет у нас будет в сентябре, слет юноармейцев, тоже мы, как бы, поддержали мероприятие, будем его совместно проводить. Будет тоже лагерь у нас, тоже совместно с юноармейцами, допризывной молодежи, мы его в прошлом году с Министерством образования проводили в Буйнакске, в лагере «Планета», и в этом году также продолжим эту практику. Много можно говорить, планов много, мероприятий много, поэтому... Ну, мы, наверное, на этом завершим, поскольку понятно, что все охватить невозможно, но именно вот эта часть вашей работы, воспитательная часть, которая связана непосредственно с патриотизмом, с защитой Родины, с формированием гражданина именно призывного возраста. Камил, я благодарю вас за участие в нашей программе, желаю вам успеха в ваших всех мероприятиях, которые проводят в ваших инициативах, удачного бессмертного полка, празднования Победы. Ну, и хотел бы напоследок поздравить наших зрителей с наступающим Днем Победы, мира, счастья и светлого неба вам над головой. И, может быть, вы тоже присоединитесь к поздравлениям? Да. Ну, как говорит наш президент, патриотизм – это фундамент общества, и поэтому мы этой деятельностью и все вместе занимаемся. И всех поздравляю с наступающим Днем Победы. И желаю, как и Магомед сказал, мирного неба над головой. Спасибо. Напоминаю, что в эфире была программа «Подробности». Вел я, Магомед Махатилов. И в гостях нашей программы был Министер по делам молодежи Камил Саидов. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»